Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы на территории нашего 121 округа запустили первый портал гражданского общества. Мы его назвали здесь «Точка РФ». Роман Терешков встретился с жителями Люберец. Я действительно хочу пожелать, чтобы вы все были здоровы, чтобы вот эти разного рода и вирусы, и заболевания открыли вас стороной. Медикам городского округа вручили государственные награды. Мы скажем за строчку, спасибо, они нам помогли это отустроить. Новый мини-сад появился в микрорайоне Люберецкий. Скандинавская ходьба, она вообще очень разноплановая. Это и спорт, это и здоровье, это и реабилитация. О всех плюсах скандинавской ходьбы смотрите в выпуске. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшие 7 дней, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За минувшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2100 обращений граждан. Возбуждено 27 уголовных дел, 24 из них раскрыты по горячим следам. Совершено 290 ДТП, трое пострадавших. Также начальник полиции предостерегает граждан от действия мошенников. Наши граждане продолжают брать кредиты, отправлять мошенникам деньги, которые взяли, или из дома, или из банков. Лучше лишний раз позвоните в службу 112. В единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило почти 6300 обращений. Ни одно из них не осталось без ответа. На сегодняшний день общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги составил 70%. Чтобы жители смогли оплатить коммунальные услуги до наступления новогодних каникул, доставка единого платежного документа произведена до 21 декабря. Оплатить их рекомендуем до 28 декабря. Счета можно оплатить без комиссии в личном кабинете МОСОБЛ ЕРЦ. На минувшей неделе подведены итоги деятельности ЕДДС муниципальных образований Московской области за 2021 год. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Люберцы заняла первое место. Надо дать должное. Вы работаете. Работа организована на хорошем и оценном уровне. Участники совещания ознакомились с обращениями граждан, обсудили работу коммунальных служб, а также узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия» Роман Кирушков провел открытую встречу с жителями городского округа Люберцы. Какие вопросы больше всего волнуют горожан, выясняли мои коллеги. В ходе открытого диалога подняли вопрос территориального развития поселка Октябрьский. Поддержки дворового спорта, перенос остановки общественного транспорта на 23-й километр федеральной трассы М-5 «Урал». Дорога от улицы Космонавтов на остановку «Карьера». Люди всегда, улицы Южная, Космонавтов, молодежная, пользовались этой остановкой. Она после реконструкции трассы Ново-Рязанского шоссе, ее перенесли на 500 метров. И крайне неудобно сегодня людям ходить на эту остановку. Следующий вопрос был от инициативной группы жителей поселка Октябрьский. Дело в том, что там практически отсутствуют социально значимые объекты. Школы работают две смены, а детские сады переполнены. У нас детский садик 12-й закрыт уже год, якобы на ремонт, якобы на реконструкцию, якобы еще что-то такое. Но дело в том, что этот детский садик 38-го года строительства, он практически не пригоден к реконструкции, как хотят администрация наша, как хотят депутаты наши, и в том числе областные. Наши жители требуют не реконструкции двухэтажного провального здания, а строительства нового современного детского садика, в котором был бассейн, музыкальные и спортивные помещения. Люберчане, активно пропагандирующие дворовый спорт, обратились с просьбой помочь с организацией турнира по хоккею среди любительских команд. Роман Терешков, в свою очередь, заверил, что поможет в организации спортивного состязания и выразил желание самому стать участником. Завершилась встреча презентации нового портала взаимодействия жителей и власти, который начнет свою работу в ближайшее время. Мы на территории нашего 121 округа запустили первый портал гражданского общества, мы его назвали здесь, точкой РФ, где каждый житель может зарегистрироваться, задать свой вопрос, узнать о событиях, которые происходят на территории муниципальных образований. Там же будут открыты личные кабинеты, на этом портале будут присутствовать и наши муниципальные депутаты, это самое близкое к народу, к нашим жителям власть, и будут открыты общественные приемные. Открытые диалоги с жителями 121-го избирательного округа продолжатся до конца года. Глава городского округа Люберцы провел очередную встречу с жителями. В онлайн-режиме во время прямой трансляции в социальных сетях обсудили вопросы, связанные с зимним содержанием территорий, работой коммунальных служб, а также культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в новогодние праздники. Все подробности прямо сейчас. Во вступительном слове Владимир Ружицкий привел статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией за текущий период. Рассказал о готовности ресурсоснабжающих организаций, управляющих компанией дорожных служб округа Ксаморском. Зима – это всегда испытание для коммунальных служб. И зимой самое главное и важное – это сохранить тепло, подача тепла в наши жилые помещения, социальные объекты. И просто везде, где мы с вами работаем, трудимся, заходим, не важно, магазин или какие-то другие учреждения, должно быть тепло. Поэтому могу сказать, что мы к зиме готовились. На сегодняшний день в округе работают 14 ресурсоснабжающих организаций, 81 котельная, 6 аварийно-спасательных бригад и единая диспетчерская служба. Затем жители имели возможность задать свои вопросы, обратившись на горячую линию в прямой эфир. У нас тут много таких вот потерпевших, все время течет крыша. Вот помогите, пожалуйста. Как вас зовут? Елена Васильевна. Елена Васильевна. Вы свои телефоны, думаю, моим коллегам оставили, да? В протокол мы запишем. Василий Иванович, надо свои взаимное место, мы проверим, как-то актировать, понять. Там управляющая компания, скорее, ЛГЖТ, скажем, тоже сообща, совместно с ЛГЖТ проверить. Много обращений жителей поступало по новогоднему убранству города, а также по праздничным мероприятиям, которые будут проходить в Люберцах в предстоящие каникулы. Владимир Ружицкий заверил, что праздник состоится. В округе запланировано более 100 различных мероприятий для взрослых и детей. Все, что связано с зимними видами спорта, мы этим вопросом плотно занимаемся. У нас сегодня залито 19 катков, это 13 во дворах, 5 на стадионах и 1 в парке. И я думаю, что вот в эти дни эти катки все начинают работу, поэтому стоит задача эти катки тоже содержать в нормальном состоянии. Помимо прямой линии, вопросы главе также поступали и на электронную почту. В поликлинике номер один, на птичке нет детских специалистов, ни невролога, ни лора. У нас специалисты есть, если каких-то врачей-специалистов нет, то формируется тогда маршетизация, разработан маршетизация по другим поликлиническим отделениям. К сожалению, да, у нас имеется кадровый дефицит детских поликлиников, но врачи-специалисты в наличии в Люберецкой областной больнице все есть. В конце встречи Владимир Ружицкий поздравил всех жителей Люберец с наступающим Новым годом. Я искренне хотел бы пожелать, чтобы в эти предпраздничные новогодние дни все задуманное свершилось, беды обходили стороной каждого, каждую семью. Я сегодня желаю всем благополучия, бережно относитесь к себе, к своим близким. Ирина Камышева, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Зима стала полноправной хозяйкой на всей территории подмосковного региона. Но характер погоды в этом году переменчивый. Обильные снегопады быстро сменяются плюсовой температурой. Снегоуборочная техника выходит на улицы в любую погоду. Осадков выпало много. В настоящее время коммунальщики работают практически в круглосуточном режиме. Оставленные вдоль проезжей части на ночевку автомобиле доставляют коммунальщикам много проблем. Смотрите, как стоят. Одна так стоит, одна так стоит. Во дворах, везде, все одно так же, все одинаково. Это правда, но водителей также надо понять, потому что других парковочных мест в принципе нет. Так и складывается ситуация, в которой проезжие части дворы остаются заснеженными. Снег со многих дорог пока не вывезли. В некоторых местах его сгребли поближе к тротуарам. Как тут перелезать? Плохо, очень плохо. Когда еще болеешь. Вот у нас у дома на Калинина 50 там больше. Когда как? Когда снег сухой, когда мокрый. Наверное, больше не играют снежки уже. В целом, с своими обязанностями справляются, но не нравится то, что они ждут именно окончания большого снега и приступают к работе. А они убирают в тот момент, когда снег идет. Не скользко? Нет. Хватает у нас коммунальным службам работать, я думаю? Ну, конечно. Мне даже их жаль так работать. Это чуть ли не круглосуточно. Уборка города продолжается. Снегоуборочная техника доберется в каждый двор, обещают коммунальщики. А пешеходам, конечно же, нужно внимательнее смотреть под ноги. Под снегом сейчас прячется лед. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий вручил медикам городского округа Люберцы государственные награды. За заслуги в области охраны здоровья и жизни людей врачи и медсестры удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского. На встрече с Героме в белых халатах побывали и мы. Отложив на время свои трудовые заботы, они собрались в актовом зале 6-й поликлиники, чтобы в очередной раз услышать слова благодарности за ежедневный подвиг и преданность своему делу. Я искренне хочу пожелать, чтобы вы все были здоровы, чтобы вот эти разного рода и вирусы, и заболевания обходили вас стороной уверенности в себе, в своих силах, в своих коллегах. 12 люберецких врачей получили орден Пирогова. Его вручают за особые заслуги в области медицины. Надпись на обратной стороне – милосердие, долг, самоотверженность. Говорит сама за себя. Для нас главное – это вылечить человека. Главное – это не допустить тяжелых каких-то последствий. Была эпидемия два года назад. Я работала практически за всю поликлинику, потому что у нас 6 врачей заболело. Я больше месяца работала одна. День и ночь. Мы до 12-14 часов в день работали. Государственные награды вручили медсестрам городского округа Люберца. Четыре человека удостойными дали Луки Крымского. А в конце встречи всех собравшихся поздравили с наступающими праздниками главные новогодние волшебники. Куча я в пушевшовой стеной, но галюча, как шоё за порог тюжей. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В посёлке Октябрьский в Троицком храме божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. После богослужения владыка посетил детскую больницу в Люберцах и поздравил детей с наступающим Новым годом и Рождеством. Подробнее в нашем сюжете. В Троицком храме в Октябрьском многолюдно, как во время больших церковных праздников. Здесь проходит архиерейское богослужение, которое возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Мы сердечно вас благодарим за то, что мы нас посетили. Нечасто, что ездили сюда, отец Андрей, прежний настоятель, говорил, что это лишь вторая христика, в этом храме. Богослужение совершили в праздник святой великомучницы Варвары. В храме находятся частицы её мощей. В памяти литургии настоятель Троицкого храма отец Андрей преподнёс архиепископу икону Спасителя. Сегодня, кроме всех мероприятий, ещё постараюсь, Бог даст, посетить и больницу. Это будет моё первое посещение, и всё-таки познакомиться и с главврачом, и с докторами, прийти пообщаться немножко с пациентами, с детками, потому что там есть у нас и детское отделение. Для детей появление архиепископа в палате стало приятным сюрпризом. Один из пациентов, 15-летний, Иван Гутер. Он пострадал 13 декабря в результате взрыва у входа в православную гимназию в Серпухове. Началась боль в ногах. Я сначала не понял, что там. Подумал, что там что-то ударило, но не думал, что там раны. Раны, они небольшие, но они достаточно глубокие раны. И плюс ко всему там в ранах были частицы отежды его, то есть это инфицированные раны. Поэтому, конечно, он должен получить курс антибактериальной терапии. Ваня через неделю уже пойдет на поправку. Раны заживают, молодой организм берет свое. С Ваней работает психолог. Мы очень надеемся, что после выписки он сможет, несмотря на свои страхи, несмотря на шок, который он перенес, он сможет пойти и дальше продолжит учиться в школе. Владыка благословил Ивана и других ребят. Пожелал скорейшего выздоровления и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем юным пациентам вручили сладкие подарки. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В микрорайоне Люберецкий состоялось торжественное открытие полисадика. Новое образовательное учреждение готово принять в своих стенах сотню юных жителей округа. Подробнее в нашем сюжете. Несмотря на суровый декабрьский мороз, на улице весеннее микрорайона Люберецкий – тёплая праздничная атмосфера. Здесь открылись двери нового полисадика. Здесь можно как-то, скажем, детей устроить. Они здесь будут обогрены, накормлены. За ним будет уход хороший. Садик у нас замечательный. Мы скажем за строчку спасибо, они нам помогли это обустроить. Галина Чермашенцева ждала открытия мини-садика с рождения сына. Частное дошкольное учреждение не позволял семейный бюджет. Теперь она сможет выйти на работу. Это поможет молодой семье выплачивать ипотеку. Ожидания у нас очень позитивные. Хотим, чтобы тут было интересно, весело. Чтобы тут был для наших детей второй дом, вторые мамы. Поэтому хотим, чтобы тут всё было прекрасно. Сто счастливых семей получили места в полисадике. Сформировано четыре группы по 25 человек. В каждой два педагога и один младший воспитатель. Это дошкольное учреждение рассчитано на ранний возраст. То есть здесь дети от года и семи до трёх лет. То есть это такой вид присмотра ухода. А основная педагогическая деятельность у нас происходит в основном корпусе. Дети получат первую ступень социального опыта, пребывая в данном дошкольном учреждении. Проект мини-садов «Полисадик» хорошо зарекомендовал себя в регионе. Поэтому он будет продолжен. В 2022 году предстоит ввести ещё 200 мест в детских садах посёлка Октябрьский и микрорайона «Самолёт». А в 2023 году 200 мест для маленьких жителей, проживающих в Зенино. Дмитрий Гринчев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах подвели итоги конкурса «Рождественская игрушка». В этом году от воспитанников детских садов и школ городского округа поступило более 600 работ. Около 250 прошли в финал. В Центре развития образования прошло итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором выбрали лучшие работы. Такого снеговика под ёмочку поставить просто новогоднее чудо будет. Члены конкурсной комиссии рассматривают каждую игрушку, сделанную детскими руками. В одном помещении собраны подделки, которые прошли отборочный этап ежегодного предновогоднего конкурса. Судьи признаются, выбрать самые лучшие задачи не из простых. Каждая работа заслуживает внимания и похвалы. Обратила внимание именно на этот подсвечник, подсвечник ёлка такая. Очень интересная работа. Использована проволока, обыкновенная флористическая проволока, скрепки. Авторам этих подделок от 2 до 17 лет. Конкурсные работы распределены по пяти номинациям. Символ года, зима в Подмосковье, ёлочная игрушка, новогодняя красавица и эко-фэнтези. В этом году данный конкурс проходил в два этапа. Первый этап был дистанционный формат, когда члены жюри отсматривали лучшие работы. И второй этап – очный. Оценивание в очном формате каждую игрушку, определение технологий, техник и так далее. На сегодняшний день у нас около 46 работ определены победителями. Но призы и грамоты ждут не только победителей. В каждой номинации в возрастной группе определилось второе и третье место. Авторов лучших новогодних поделок наградят во время ежегодного фестиваля «Звездочки». В преддверии Нового года в округе открылись 16 ёлочных базаров. Один из них – возле торгового центра «Орбита». Как выбрать лучшую хвойную красавицу и сохранить её свежесть надолго, узнала наша съемочная группа. Дорогие друзья, до Нового года остались считанные дни. А потому пора призадуматься о приобретении новогодней ёлочки. Ёлочные базары заработали по всей стране. На открытие пришёл и Дед Мороз. Главный волшебник зимы всех поздравил с наступающим Новым годом, а многодетным семьям подарил ёлки. От всего своего морозного сердца поздравляю всех с наступающим светлым праздником Новый год. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, ловкими, смелыми и умелыми. Ирина Завадских, мама троих детей, представляет, как будет наряжать ёлку. Игрушки, мишура и гирлянды уже готовы. Муж, дочь и двое сыновей – главные помощники. Встречать Новый год они планируют в семейном кругу. Коронное блюдо, конечно же, оливье. В 12 часов до 12 мы встречаем дома. Потом также мы переодеваемся в Деда Мороза в Снегурочку и идём на улицы поздравлять других жителей. Это вот у нас традиция, каждый год такая. Денис Ахмедов про новогодние деревья знает всё. Он продаёт ёлки уже несколько лет и всегда поможет определиться с выбором на любой вкус и карман. Смотря какие потолки, во-первых, по высоте в доме, в квартире, допустим, и по интерьеру. Если в уголок маленькая ёлочка, допустим, от 80-90 сантиметров, пушистая ель идёт более пушистая, чем сосна. Здесь можно подобрать дерево разного размера – от маленьких декоративных до двух и более метровых красавиц. Здоровая ель имеет ярко выраженный аромат хвои. Глубокий зелёный цвет, голубоватый оттенок – признак качества. Хвоя должна быть мягкой и эластичной. Вы приобрели ёлку, её надо будет подпилить, попросите сотрудника, он вам всё сделает, подрубить. И также, допустим, у нас есть продажа подставки. В подставку наливаете воды, туда добавляете 3-4 столовых ложки сахара, глицин кто-то добавляет. В общем, да, ель будет стоять и дольше. Ёлку лучше устанавливать подальше от горячей батареи, так она дольше сохранит свою свежесть. Помните, что душистая, хвойная красавица – залог отличного новогоднего настроения. Дмитрий Гринчев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. При поддержке партии «Единая Россия» прошла благотворительная ёлка. Детей из малообеспеченных семей и реабилитационных центров встречали Дед Мороз и его сказочные помощники. Раз, два, три, ёлочка, твои! В музейно-выставочном комплексе не умолкает детский смех. Лиза Львова мастерит снежинку и вспоминает свою первую встречу с Дедом Морозом. Мы ездили всей семьёй в Великий Устюг. Там был Дед Мороз. Мы рассказывали стишки, и он нам давал сосульки, конфеты. Я хочу пожелать детям новогоднего настроения, чтобы у них было весёлое, но чтобы они не болели. Инициатор этого праздника – партия «Единая Россия». Перед Новым годом депутаты решили порадовать детей из малообеспеченных семей и реабилитационных центров. Мы каждый год, ежегодно проводим эту ёлку. Организатором является отделение партии «Единая Россия». И принимает участие здесь и полицовет, и все члены партии «Единая Россия», желающие, могут поздравить прики-ребятишек. Ну и, конечно же, депутаты фракции «Единая Россия» и свои депутаты. Ну а праздник – это прежде всего, конечно, для детей. И праздник детства. Мы сами-то сегодня полны воспоминаний о своём детстве, как мы его проводили. И для нас это была весёлая, интересная пора. И вот сегодня мы тоже погружаемся в этот мир сказки, в мир волшебства. Ходите на каток, катайтесь на лыжах, катайтесь на санках с горки. И, конечно, обязательно напишите письмо Деду Морозу. Кто уже написал? Деда! Молодцы! Ждёте подарки? Никто из детей не ушёл домой без сладкого подарка. А весёлые интерактивы и мастер-классы запомнятся надолго. Сегодня мы получили подарки с конфетами. Я люблю все конфеты. Такие ёлки партия «Единая Россия» проводит по всей стране. Важно, чтобы каждый ребёнок почувствовал новогоднее волшебство. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжается подготовка к Новому году. Ни один другой праздник мы не ждём с таким нетерпением. Наряжаем ёлки, продумываем меню. Бурит ли традиционный салат оливье на новогоднем столе у жителей Люберец, выяснял наш корреспондент. Пандемия пандемии, а Новый год по расписанию. Даже если цены кусаются, наш человек всегда покупает традиционные продукты к новогоднему столу. Зелёный горошек, икорка, колбаска, огурчики и, конечно же, игристое. За оливье слёдка под шубой и холодец. Я вообще не люблю оливье. У меня другие салаты. Овачные салаты я люблю. Фруктовые салаты. Ну, всё такое лёгкое. Я против оливье, я зожник. А он вредный. А что именно ставите на стол? Слушайте, мы вдвоём будем справляться с супругой. Поэтому, скорее всего, фрукты, рыбу, возможно, курицу. Ну, вот так вот, на вскидку. Пока ещё не планировали. Обычный, классический вариант. Там горох, морковка, солёные огурчики. С мясом люблю, с ковяжьим. Давайте выясним, во сколько обойдутся потребители традиционные блюда в этом году. Оливье с колбасой на четыре порции обойдётся потребителю в 473 рубля. За последнюю неделю его стоимость выросла примерно на 30 рублей. Подорожала колбаса. Традиционная селёдка под шубой для семьи и гостей будет стоить 590 рублей. Стоимость почти такая же, как и в прошлом году. На тарелочку с бутербродами с икрой уйдёт 900 рублей. Ну, а как же без игристого? Самую дешёвую бутылку можно купить за 374 рубля. Мы пообщались с продавцами, и они рассказали, какие продукты в преддверии праздников берут покупатели. У нас всё берут. И крабы, и рыбу, и икру. Ну, просто у всех разный вкус есть. Кто-то форель любит, кто-то киту спрашивает. Для холодца основной. Для холодца ноги, бульоночки. Бульоночки, коляшки, рябчики, язычки говяжьи, хвосты. Для холодца. Кто-то выбирает традиционные блюда, кто-то же предпочитает экзотику. Но неизменным символом Нового года всегда были мандарины. Их любят за их жизнерадостный цвет, и только им характерный запах. В семье Колесанова тоже любят и мандарины, и салат оливье. Глава семьи Майкл родом из Африки. Приехал в Россию 10 лет назад. У него на родине главное событие – католическое Рождество. Но Новый год теперь тоже отмечают, как один из любимых праздников. Новый год – это семейный праздник. Мы его всегда встречаем в кругу нашей семьи. Зовем друзей, накрываем стол, как полагается. В приоритете, наверное, классика. Наше любимое – оливье. Его люблю не только я, но и муж теперь тоже полюбил оливье. Ну, конечно, есть разные. Мы себе любим делать картофель, а мужа – рис. На родине у них Новый год отмечают, готовят рис с овощами. Побывать в гастрономическом туре в Марокко, Египте, Турции, Австралии и других странах – не мечта, а реальность Людмилы Довгалевской. Она не любит традиционный Новый год с домашними посиделками. Привыкла набираться новых впечатлений за границей. Мы не любим сидеть дома, потому что вот это застолье – сидишь, кушаешь, пьешь – это не для нас. Мы любим ездить, путешествовать. Ну, оливье – это традиция. Наверное, нам в каждой семье есть обязательно порезать салат оливье. Но мы любим фрукты. И вот, допустим, сейчас мы съездили, мы привезли с Венесуэлы, я привезла такие маракуйю. Новый 2022 год по восточному календарю будет год тигра. И, как утверждают эксперты, этот знак любят мясные блюда. И чем больше мясных закусов будет на столе, тем лучше. Ирина Камышева, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Купить все необходимое и при этом сэкономить. Жители Люберецкого района знают, как это сделать. Буквально на днях открылся первый в городском округе Люберцы магазин «Победа». Мы решили узнать, в чем же секрет магазина низких цен и отправились в «Победу» сами. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать в магазине «Победа». Само название говорит за себя. Несмотря на недавнее открытие, здесь довольно оживленно. Сегодня в дискаунтере проводится праздничное открытие. В магазине есть все, что нужно, чтобы закупиться впрок и побаловать себя. Кроме этого, на полках вы найдете бытовую химию, товары для дома, дачи и многое другое. И все это по приятным ценам. Своими впечатлениями сами поделились и покупатели. Нам очень нравится. Весь открылся, мы его уже знаем, этот магазин. Поэтому нравится. Хороший магазин. Я довольна. Я об этой фирме слышала. И равноеобразие продуктов, и цены демократичные. Пока еще пробуем. Я думаю, понравится. Ассортимент большой, цены приемлемые. Посмотрим, попробуем. Сеть дискаунтеров уже зарекомендовала себя в 27 регионах России. Низкие цены, свежие качественные продукты, широкие проходы и логичная выкладка привлекают людей. Здесь каждый будет доволен своими покупками. Особенно, если Новый год уже на носу. Магазин «Победа» работает в поселке Малаховка каждый день с 8 утра до 8 вечера. Приходите и убедитесь сами, что за качество не нужно платить в три дорога. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Театрализованное представление привезли в Люберцы участники шоу «Ледниковый период». На ледовой арене нового катка в парке «Наташинские пруды» выступили звезды российского фигурного катания. Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Около 6 тысяч человек пришли в парк, чтобы увидеть сказочные представления. Для удобства жителей на Наташинских прудах установили мониторы с прямой трансляцией шоу. Поприветствовал участников «Ледникового периода» и всех зрителей глава округа Владимир Ружицкий. Под аплодисменты зрителей Владимир Ружицкий поздравил продюсера шоу заслуженного мастера спорта России Илью Авербуха с наступившим днем рождения. Телеканал ЛРТ присоединился к многочисленным поздравлениям прославленного фигуриста. Театрализованное представление прошло на всепогодном катке. Искусственный лед позволяет здесь кататься даже при плюсовой температуре. Помимо многофункциональных комплексов строятся и восстанавливаются вот такие уличные коробки. А ведь по сути это начало спортивного пути, начало спортивного пути под названием физкультура, а потом возможно и спорт высоких достижений. Те, кто попробует фигурное катание на этой площадке, здесь у вас возможно станет чемпионом. Театрализованное представление длилось 45 минут и не оставило никого равнодушным. Зрители восторженно встречали участников ледникового периода. Потрясающий прием. Вообще проект «Зима Подмосковья», по которому выступаем мы, вот уже восьмой город, он прямо объединяет все жители Подмосковья, делается каким-то единым и даже не представлял, что настолько искренне, настолько по-доброму будут принимать нас в городах Подмосковья. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Северная ходьба – вид физической активности, который практически не имеет противопоказаний. Ходьба с палками, круглогодичный фитнес на свежем воздухе и дозирование физической нагрузки. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другую сторону. В Центральном парке Люберец тренировки проходят еженедельно по понедельникам и пятницам. Перед началом занятий обязательная разминка, чтобы подготовить организм к нагрузкам. Скандинавская ходьба уже имеет своих последователей среди спортсменов и просто любителей здорового образа жизни. Скандинавская ходьба, она вообще очень разноплановая. Это и спорт, это и здоровье, это и реабилитация. В группе занимаются не только здоровые люди, но и те, которые имеют какие-то серьёзные заболевания по направлению. Скандинавская ходьба улучшает кровообращение, нормализует давление и сердцебиение. Она рекомендована после инфарктов и инсультов. Способствует восстановлению равновесия и координации движений. Избавляет от депрессии. Во-первых, у меня нормализовалось давление. Во-вторых, понимаете, здесь такой хороший коллектив. То есть ты приходишь, все мы люди разные. Но здесь все доброжелательные, приветливые. Ты получаешь такой заряд эмоций на целый день. За это время я физически очень окрепла. То есть я после этих упражнений прихожу домой без всяких ощущений больших нагрузок. Люберчанка Наталья Логинова занимается в этом клубе около трёх лет. В процессе занятий мы овладели не только спортивными навыками, но мы сдружились. У нас целая команда клуба по интересам. У нас и юмор, и песни, и шутки. В завершении занятий силовая тренировка и выполнение дыхательных упражнений, которые являются профилактикой острых респираторных вирусных инфекций, что актуально для осенне-зимнего периода. Скандинавская ходьба, ты теперь моя судьба. С двумя палками хожу и здоровьем дорожу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Наташинском парке состоялся забег «Парк Ран», посвященный празднованию Нового года. «Парк Ран» в переводе с английского «бег в парке». За 17 лет, а именно столько проводятся дружеские забеги, это движение привлекло более 6 миллионов человек в 20 странах мира. Забеги проводятся каждую субботу в 9 часов утра в мировом масштабе. Достаточно один раз зарегистрироваться в глобальной системе «Парк Ран», и можно участвовать в стартах по всему миру. У нас сегодня 132-й парк Ран Наташинский. Каждую субботу мы собираемся здесь и участвуем не в соревновании, а в дружеском забеге. То есть это встречи друзей, улыбки. Бегуны собираются для того, чтобы поучаствовать в нашем традиционном мероприятии. В каждой стране мира есть свои особенности «Парк Рана». Но общая разминка перед забегом проводится только в России. В других странах принято разминаться самостоятельно. В забеге, посвященному новогодним праздникам, приняли участие более 50 человек. Среди участников и Алексей Кишенков, который уже более пяти лет бегает по утрам в Наташинском парке, а также является призером различных соревнований. Бегом для того, чтобы получить заряд бодрости, позитива и энергии. Для опытных – возможность обновить свой личный рекорд. Для новичков, таких как Ирина Лукина, «Парк Ран» – это возможность начать регулярно бегать, укреплять свое здоровье. Я пришла на дружескую пробежку, «Парк Ран» называется. Хожу уже сюда второй год или третий, но это не важно. Мне очень нравится. Мне нравится бегать, а как я к нему пришла, даже честно не подскажу. Так получилось. Только по субботам бегаете? Нет, не только по субботам. Теперь еще и с этими же ребятами могу встретиться в любой день и побегать. Каждый участник проходит дистанцию в 5 километров в своем комфортном темпе. Кто-то идет на личный рекорд, кто-то преодолевает расстояние быстрым шагом. Маршрут заранее размечен волонтерами. Результаты фиксируются по штрих-коду и выгружаются в общую базу «Парк Рана». Но поучаствовать можно и без него. Такие дружеские забеги для жителей округа – прежде всего живое общение и новые знакомства. Это не соревнования. Здесь нет победителей и проигравших. Ирина Камышева, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Важной составляющей в жизни детей, особенно мальчишек, является спорт. Выносливость, сила, ум и воля к победе – все эти качества ребята проявляют во время игры в футбол. Во Дворце спорта «Триумф» прошел слет футболистов спортивных школ и секций городского округа Люберцын. Под сводами Дворца спорта собрались 180 самых юных воспитанников футбольных секций городского округа Люберцын. В рамках этого мероприятия мы проводим первый тур вновь созданной детской футбольной лиги городского округа Люберцын. Для самых наших юных спортсменов. Для некоторых из них это вообще первые соревнования. Ошибается тот, кто называет футбол мужской игрой. Очередной слет воспитанников спортивных школ доказал, что этот вид спорта привлекает не только мальчишек. А мне нравится. На встречу с юными футболистами приехал чемпион мира по пляжному футболу Борис Никаноров. Пять лет назад спортсмен дебютировал в составе национальной сборной в Евролиге. Завоевал бронзовую медаль, а спустя год стал победителем Евролиги. Люберцын я привез в Кубок мира по пляжному футболу, завоеванный в этом году в Москве на домашнем чемпионате мира. И золотую медаль. Что здесь написано? Ворлд чемпион. К этой победе Борис шел 27 лет. Ровно столько он занимается футболом. Сейчас ему 32. Как и все пляжные футболисты, мы начинали с большого футбола. Конечно, необходима в первую очередь любовь к футболу. Вот детишкам здесь, я так понимаю, от 5 до 8 лет. Вот в этом возрасте как раз закладывается именно любовь к спорту. Пока некоторые воспитанники футбольных школ и секций общаются с чемпионом мира, берут автографы и фотографируются, в зале проходят разминки, тренировки и мастер-классы. В завершении спортивного мероприятия юных футболистов наградили грамотами, памятными кубками и сладкими предновогодними подарками. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин